И мы достаточно много знаем, например, о преследовании мистиков и эзотериков в Советском Союзе, то есть в тот период, о котором я буду говорить. То есть многие из них действительно просто с жизнью расстались из-за своих убеждений. Кто-то прошел тюрьмы, лагеря, вот эту трагическую серьезную школу, но в принципе здесь нет ничего нового. То есть каждая биография, конечно, уникальна, интересна, но преследование эзотериков, их способность пострадать и даже жизнь отдать за свои убеждения, в общем-то, давно известны исследователям этого вопроса. Мне бы на него хотелось сегодня посмотреть с другой стороны, а именно в аспекте того, как эзотерику и мистику все-таки удается приспособиться к неблагоприятному социальному окружению и, в общем-то, продолжить свое дело, общение в соответствующей среде и так далее. То есть эти случаи гораздо менее редки, чем эпизоды преследования какого-то в Советском Союзе, в особенности не в отношении тех эзотериков, которые очень тихо себе вели и практически нам никак неизвестны, а вот в отношении таких довольно ярких и крупных фигур, к которым относится Алексей Алексеевич Сидоров, один из крупнейших и известнейших искусствоведов Советского Союза. В общем-то, мне бы в этом докладе хотелось рассмотреть сам этот случай. В общем-то, каким образом ему удавалось сохранять приверженность своим эзотерическим, мистическим убеждениям на протяжении практически всей жизни, и какова была его стратегия, потому что, понятное дело, в том окружении, которое существовало в Советском Союзе, исповедовать свой мистицизм открыто он не мог, и в то же самое время он не ушел в полное подполье, и мы знаем об этой его деятельности, этих его увлечениях, что, на мой взгляд, очень и очень ценно. Как я уже сказал, Алексей Алексеевич Сидоров действительно был одним из крупнейших представителей советского искусствоведения. Он был членом-корреспондентом Академии наук Союза Советских Социалистических Республик, был кавалером множества орденов, ну, множество, как четыре ордена, у него было несколько медалей, в частности, орден Ленина, орден Дружбы Народов, то есть всячески был обласкан властью. И на самом деле было за что, потому что Алексей Алексеевич Сидоров, родившись в 1891 году и будучи ярким таким представителем позднего Серебряного века русского искусства и русской науки, был необычайно плодотворен на протяжении всей своей долгой научной жизни, то есть он умер в 1978 году и из-под его пера вышло огромное количество искусствоведческих работ, начиная с абсолютно таких махрово-советских, то есть, например, образ Ленина в советском искусстве или советское изобразительное искусство в первые десятилетия после революции, так, собственно, и работы по древнерусскому изобразительному искусству, то есть, например, знаменитая его работа «Древнерусская книжная гравюра». Также у него были работы, вот, например, «Искусство Древней Америки», по искусству Византии Сидоров писал достаточно немало. В общем-то, после его смерти Академия наук выпустила его биобиблиографию, такую небольшую книжицу, но, в общем-то, более тысячи печатных работ там представлено, вот, в его библиографии, то есть, это и книги, и научные статьи, и различные там некрологи по художникам и так далее, не говоря уже о его огромной редакторской работе, то есть, ну, действительно, очень востребованный был ученый, внесший очень значительный вклад в советское искусствоведение. Как я уже говорил, обласканный властью, то есть, имевший награды, и, в общем-то, человек, который был членом-корреспондентом Академии наук. В то же самое время мы знаем, что Алексей Алексеевич Сидоров был глубоким, убежденным эзотериком на протяжении всей своей жизни. Узнаем мы это, собственно, из уникальных работ Андрея Леонидовича Сидорова, это, ой, простите, Никитина. Это был действительно выдающийся советский, постсоветский историк, который раскрыл, в общем-то, граду и миру историю тайных орденов и кружков в ранней Советской России. Ну, многие из вас, конечно, знают вот эти вот работы Никитина, то есть, орден российских тамплиеров, эзотерическое масонство в Советской России и так далее. Дело в том, что Андрей Леонидович Никитин – это вот тот случай, когда не было бы счастья, но несчастье помогло, то есть, его родители были членами вот этих вот мистических орденов, в частности, тамплиерского ордена света и других кружков антропосовских, там, теосовских, за что оба пострадали, то есть, и отец, и мать историка Никитина попали в свое время в тюрьмы и лагеря, причем отец историка, как известно, не пережил второго заключения и погиб, наверное, около 1943 года в тюрьме, но все это позволило потом, когда уже наступила эпоха гласности, историку Никитину получить доступ к архивам спецслужб и ознакомиться очень подробно с протоколами допросов и уголовными делами вот преследования советских мистиков. Это необыкновенно ценный материал по очень многим вопросам, но и, в частности, впервые мы оттуда узнали об эзотерической деятельности Алексея Алексеевича Сидорова, которого, конечно, академическое сообщество советского и постсоветского периода знало только как выдающегося искусствоведа, а то оказалось, что он был эзотериком, и очень многие допрашиваемые, пострадавшие люди в этой среде упоминали его фамилию как активного деятеля эзотерического подполья, и в то же самое время сам Сидоров ни разу не был приглашен ни на допрос, никак не фигурировал в этих делах, кроме как в протоколах со слов других людей. И, собственно, я скажу немножко дальше, почему это происходило. В общем-то, эзотерические увлечения Алексея Алексеевича Сидорова проявились еще в дореволюционный период в 1914 году. В его переводе вышла неоконченная поэма Вольфу Ганга и Агана Гёте, «Тайны», одна из самых глубоких эзотерических, с точки зрения религиозного, тонкого мистицизма, поэма Гёте. В общем-то, Сидоров не скрывал, что он был переводчиком этого произведения, и дальше указывал в своих библиографиях, потому что, в общем-то, для советского периода Гёте был совершенно легитимным поэтом, но в дореволюционный период он был прежде всего интересен, конечно, мистикам, и настоящий культ Гёте был создан в антропософии. Как известно, главный храм антропософии в Дорнахе Рудольфа Штайнера назывался «Гётеанум» в честь Гёте. В общем-то, на его строительстве работали такие выдающиеся мистики Серебряного века, как Максимилиан Волошин или Андрей Белый. У меня есть экземпляр вот в частной коллекции вот этой книжечки «Тайны Гёте» в переводе Сидорова, и вся она была исписана еще до революции различными именно антропософскими пометками. То есть это произведение имело огромное значение именно для отечественных мистиков периода Серебряного века, но дальше Сидоров не стеснялся, он указывал его в своих библиографиях. В общем-то, совершенно удивительным образом его мало что коснулось в точке зрения репрессий, в то же самое время ощущение его вездесущности какой-то. То есть Сидоров был тесно связан с такими эзотерическими центрами позднего Серебряного века, ранней советской эпохи, как, например, дом поэта в Коктебеле Максимилиана Волошина. Максимилиан Волошин, как известно, был убежденным теософом, антропософом, он был масоном, получив инициацию в Париже, то есть около 1910 года. И Алексей Алексеевич Сидоров бывал у него в Коктебеле, участвовал, в общем-то, в этих, что называется, обормотниках. Но там были действительно многие эзотерики у Волошина. И, собственно, Сидоров, он был не только эзотериком и ученым, он был еще и деятелем искусства сам по себе, то есть пробовал себя как художник, хотя это у него не особо получилось, но он был еще и замечательным поэтом. То есть вот эта вот книга, опять же, Андрея Никитина, «Роза мистика», вышедшая уже в постперестроечный период, которая представляет собой сборник поэзии и прозы ранних советских мистиков и эзотериков. И там совершенно замечательные поэмы Алексея Алексеевича Сидорова именно на эту тему. Кроме того, Сидоров был коллекционером западноевропейского искусства, в частности, вот графики. У него очень редкие ценные вещи были, и все он их подарил государству незадолго до смерти. То есть его большая коллекция была подарена отделу графики Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве, где Сидоров, кстати, вот в том числе и работал. Вот эта фигура интереснейшая, она является для меня лично в моих исследованиях и поисках некой лакмусовой бумажкой, потому что зачастую связи с Сидоровым выявляют многих криптомистиков, по поводу которых мы мало что знаем. Вот, например, вы видите на слайде работы. Это изображение самого Алексея Алексеевича Сидорова хранится в Пермской картинной галерее. И дальше, ну, как вы видите, гораздо сильнее художник постарался. Это дочь Сидорова, Наталья Алексеевна, которая вот здесь как портрет пионерки, но в будущем она стала выдающимся ученым-античником, одним из крупнейших советских специалистов по чернолаковой расписной керамике, вот и так далее. Вот это работы Николая Николаевича Вышеславцева, очень интересный художник, который был возлюбленным Марино Цветаевой, она ему посвятила большой цикл стихов около трех десятков. Вот, и Марина Ивановна Вышеславцева называет одним из самых тонких мистиков, которых она знала в своей жизни. Хотя сама внешняя биография Вышеславцева, ну, никак об этом не сигнализирует, не свидетельствует. Такой классический художник, график, советский, вот и так далее. Вот, и, собственно, говорить о мистицизме Вышеславцева, ну, мне позволили два факта. Я в свое время обнаружил книгу из его личной библиотеки, Теосовскую, хотя это ни о чем не говорит. Но и вот близость, дружба с Сидоровым все-таки говорит, что вокруг него вот собирались, кучковались, можно так сказать, если уж совсем по-простому, криптомистики советской эпохи, потому что, конечно, огромен интерес к этим всем вопросам был в Серебряном веке, а потом в культуре это как будто угасло, да, вот как рубильником выключили. Этого не могло быть. Естественно, они просто держали эти свои увлечения в тайне и общались на это в своем узком кругу. И связующим звеном для многих был как раз Алексей Алексеевич Сидоров как большой авторитет как в советской науке, так и в эзотерических кругах. При этом роль Сидорова, она была крайне неоднозначная, и об этом мы узнаем из воспоминаний Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого. Это был замечательный художник-космист, член общества Амаровелла, личный ученик Николая Константиновича Рериха, в общем-то, тоже прошедший и тюрьмы, и лагеря, и ссылки за свои убеждения. И вот что пишет Смирнов-Русецкий в своих воспоминаниях о Сидорове. У Андрея Владимировича Соколова эта цитата. «Я познакомился с профессором Алексеем Алексеевичем Сидоровым, известным искусствоведом, историком книги, коллекционером, ставшим затем членом-корреспондентом Академии наук. Сидоров привлек меня прежде всего тем, что он очень тонко умел оценивать достоинства и недостатки моих работ, возможно, даже в какой-то степени его интерес к ним способствовал начавшемуся у меня творческому подъему. Меня поражало при этом то обстоятельство, способность проникать в суть искусства никак не отражалась в его печатных статьях, написанных в сплошь официальном духе. Алексей Алексеевич Сидоров обладал познанием в оккультизме, знавал восточную философию, и в его колоссальной библиотеке было едва ли не лучшее в Москве собрание книг по теософии. Только позже, пишет Смирнов-Русецкий, я узнал, что, вращаясь в кругах масонов и других различных духовных групп, он занимался предательством. Во время наших разговоров об искусстве возникала речь о теософских вопросах, и Сидоров несколько раз расспрашивал меня, пытаясь выяснить, окольным образом не участвую ли я в каком-либо оккультном кружке, я, вероятно, что-то чувствовал и был осторожен, тогда как Андрей Владимирович в беседах с Сидоровым оказывался более доверчив. Однажды у Сидорова были Соколов и я с женой, Андрей Владимирович высказал такую мысль. О борьбе не может быть и речи, то есть эзотериков с советским режимом. Так как мы слабы, но мы должны воспитывать молодежь в идеалистическом духе. После ареста Соколова арестовали еще раньше. Эта мысль была мне предъявлена на допросе с дословной точностью, и я понял, какую роль играл Сидоров в происшедшем. В общем-то, обвинения очень серьезные, хотя, мне кажется, недостаточно основательные, потому что кроме Сидорова как минимум трое, в общем-то, были свидетелями, да, вот судя из этих мемуаров этого разговора. И, в общем-то, некоторые раньше попали в тюрьму, то есть откуда у Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого была уверенность, что, собственно, не они показали эти факторы на допросах. Как бы мне не совсем ясно, но совершенно все-таки точно мы знаем, что Алексей Алексеевич Сидоров сотрудничал с ОГПУ, НКВД, потом КГБ с 20-х годов. То есть он фигурирует там в документах, но в основном по своим зарубежным связям, вот, то есть формировали они агентуру, в общем-то, среди искусствоведов и деятелей искусства в Германии, вот. И что любопытно, вот, когда в годы Великой Отечественной войны в эвакуацию уехала семья Сидорова, то есть его не отпустили из Москвы именно по линии НКВД, потому что он мог понадобиться в любой момент, вот. И любопытно, что члена-корреспондента Академии наук СССР ему дали сразу после войны, значит, в 1946 году, вот. И орден Ленина он получил где-то тоже очень близко, там, кажется, в 1947, я уж точно не помню, но это заставляет предположить все-таки, что вот такие блага на него пролились не только за искусствоведческую научную деятельность, но еще и за агентурную работу. В общем-то, мы точно не знаем, до какой степени Алексей Алексеевич Сидоров мог сдавать кого-то из своих коллег по цеху, вот. Но сама по себе постановка вопроса имеет место быть. Вот ценные сведения о нем дает, например, Елена Аполлинаревна Шиповская. В ее воспоминаниях, также изданных Андреем Никитиным исповедь рыцаря света, интересные очень моменты о Сидорове, вот я тоже, с вашего позволения, зачитаю довольно, простите, длинную цитату. Вот, то есть я продолжала посещать собрание нашего орденского кружка, руководители которого менялись. Так однажды Оренский сказал, что мы должны познакомиться с учением о космическом строительстве и посвящении, изложенном в 22 арканах Кабалы, зашифрованных в символах. Это вот об арканах Таро, старших арканах Таро речь идет. Это было поручено рыцарю и руководителю другого отряда Алексею Алексеевичу Сидорову, человеку очень талантливому, ученому, поэту и художнику, профессору какого-то института. Он занимался с нами у себя дома и однажды поручил мне напечатать с изготовленных им самим деревянных клише карты арканов, каждый из которых, как известно, выражает определенную философскую концепцию эволюции духовного мира. Я приходила к Сидорову в его отсутствие и успешно выполнила эту работу. То есть речь о 30-х годах XX века. И мало того, что Сидоров читал подпольно лекции по Таро, так еще, я не знаю, были еще такие случаи, известные они еще, они подпольные печатали карты Таро, в общем-то, на квартире у будущего члена-корреспондента Академии наук СССР. В общем, это говорит, конечно, о его страшной увлеченности. Но при этом Елена Аполлионаревна Шиповская тоже прошла тюрьму, и вот она пишет, что забегая вперед скажу, что когда по возвращении из ссылки я встретилась с Сидоровым на улице лицом к лицу, он отвернулся и сделал вид, что меня не узнал. Меня это очень обидело, потому что общение с ним было очень интересным. То есть действительно вот эти вот ситуации, когда кто-то попадал в тюрьму, вот они для Сидорова, потом эти люди становились как бы неизвестными, незнакомыми. Он всячески от них дистанцировался. И что это было? То есть только потому, что он их сдавал, хотя в отношении Шиповской, например, там ее дело опубликовано, но об этом ничего не свидетельствует, либо действительно вот он опасался, так сказать, репрессированных. Кстати, вот разговор о Таро тоже очень интересный в этом плане. Я буквально кратко скажу, потому что дело в том, что у Алексея Алексеевича Сидорова были Таро Шмакова. Он общался с известнейшим вот этим Шмаковым автором книги «Тотоп, основ пневматологии» и так далее. И есть письмо, опубликованное, опять же, Никитиным, где один из эзотериков в советский период пишет Сидорову о том, что необходимо бы передать гранки, которые есть, изготовленные известным художником, авангардистом Василием Масютиным, тоже учеником и другом Шмакова, молодому поколению, чтобы, но это не исчезло. Вот, то есть неизвестно, как Сидоров отреагировал на это, но действительно на сегодняшний день неизвестно, где находятся вот сами гранки, которые хранил, то есть вот этого Таро Тота Шмакова, искусствовид Сидоров хранил у себя вот в советский период. Но работы Масютина известны по одной единственной публикации в Шанхае, вот мы можем увидеть на слайде несколько вот этих карт Таро, те ли это были или не те, например, те, которые Шиповская печатала, я сомневаюсь, что это были вот именно эти художественные карты Таро, там, возможно, что-то попроще было, но тем не менее, да, то есть контекст, я думаю, довольно понятен. Вот одна из последних, ну, не то, что последних, да, 1970 года на фотографии Сидорова можно увидеть, что у него здесь есть вот буддийские статуэтки, вот, причем некоторые прям такие редкие тантрические, вот. В общем-то, тут надо задаться вопросом, кто был Алексей Алексеевич Сидоров для своей эпохи, для эзотериков своего времени, потому что на сегодняшний день вот из тех мемуаров, которые известны, особенно работ Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого, у многих складывается впечатление, что это был совершенно отрицательный персонаж, то есть предатель, особист, кгбист и так далее. В действительности, мне кажется, что история не такая однозначная, потому что вся деятельность Алексея Алексеевича Сидорова в области эзотерики свидетельствует о том, что он очень искренне и глубоко увлекался этим сам, то есть делать подпольные карты Таро, ну, вот в такой период, да, как 30-е годы, но уже о многом это говорит, вот, причем очень здорово, что Алексей Алексеевич Сидоров любил оставлять автографы на своих книгах. Известны десятки этих автографов, и многие из них на протяжении вот всей своей жизни свидетельствуют о том, что он поддерживал отношения со многими и многими эзотериками, то есть достаточно известными. Что ж тогда это было? Мог ли Алексей Алексеевич Сидоров действительно давать какие-то сведения об эзотериках НКВД, ОГПУ, вот, ну, и той самой этой организации под разными названиями в разный период ее существования? Конечно, мог, и мне кажется, что как раз-таки мотивы у него могли быть более такие тонкие, да, потому что он прекрасно понимал, будучи сам криптомистиком, криптоэзотериком, в какой ситуации они все находятся, вот, и у меня вот ощущение такое из всего того, что я прочел и изучил по документам, что он плохо очень относился к эзотерикам, которые начинали заявлять какую-то активную политическую позицию и заводить разговоры о политике вот на их собраниях, да, то есть о таких он действительно мог чего-то говорить для того, чтобы избежать политизации вот этой среды, чтобы, так сказать, отсекая кого-то, сохранить, в общем-то, эту среду в целом, понимая, в каком неблагоприятном окружении они находятся, вот, возможно, это было и так, потому что далеко не все группы, да, эзотериков, с которыми общался Сидоров, были им сданы, то есть многих он, судя по всему, берег, или они почему-то были неинтересны. Продаканчивается. Да, НКВД и ОГПУ, вот, но история, мне кажется, крайне тонкая, интересная и не такая однозначная, как ее иной раз подают. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Роман Владимирович. Как всегда, очень зажигательно, очень интересно, хотя, в общем-то, складывается впечатление, что он действительно был таким, скорее, ну, если не трусом, то, по крайней мере, на службе его этих спецслужб и его даже подпольное, как вы говорите, подпольное издание Таро, опять же, где-то он издавал, но наверняка тут же мог это сдавать, то, что он издавал своим же этим коллегам в ОГПУ. У меня, по крайней мере, такое ощущение сложилось, исходя из вашего рассказа. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, вопросы какие-нибудь сейчас мы отпустим здесь, сейчас я посмотрю, кого-нибудь. Коллеги, пожалуйста, есть время на вопросы. Добрый день, меня зовут Евгений Архангельский. Вопрос такого плана. Вы сказали, что он пресекал политические вопросы на заседаниях. Насколько я помню, он был участником как раз Ордена Света, там был во главе Александр Карелин, а это у нас анархомистик, который очень сильно транслировал свои собственные воззрения. И второй вопрос. Какая-то связь Сидорова с Белюстиным и его какие-то последующие события, что там было по 80-40-х, потому что Белюстин как-то так исчез, а труды до сих пор где-то витают, просто их исследователи не трогают. Хотелось бы этот вопрос поднять. Спасибо. Спасибо за интересные вопросы. Ну, прям таки скажем, вообще Орден Света, мне бы очень хотелось его границей представлять, потому что, когда мы читаем труды Андрея Леонидовича Никитина, возникает ощущение, что это были действительно такие организованные группы с строгой иерархией и прочее. Прочее, это не было ничего близко, чем на самом деле был Орден Света. И был ли такой Орден? Кстати говоря, если мы читаем труды, материалы НКВД, ОГПУ, из них видно, что некоторые вообще сомневались в существовании Ордена Света и считали, что это вообще шутка такая, игра некая. По своей организации, что это такое было, то есть их называют анархомистиками. Далеко не все они увлекались анархизмом, прямо скажем. И вот что интересно, те, которые проявляли больше интерес к анархизму, они-то как раз и попались и прошли вот это страшное горнило. Потому что кроме Сидорова, например, в этих протоколах упоминаются и другие фамилии людей, которых не трогали. Потому что они какой-то такой активной социальной позиции не занимали. И сам Сидоров, он абсолютно далек был от анархизма. Ну, предельно просто. То есть у него Кабала, у него Таро, у него Шмаков и так далее. И он все-таки возникает такое ощущение, что считал крайне важным сохранить вот эту политически нейтральную возвышенную духовную атмосферу вот этой среды всей эзотерической. И защищаться от этих политически активных деятелей, которые могли просто подвести под монастырь всех. Во всяком случае, вот моя гипотеза сформулирована на сегодняшний день так. Вот. Что касается отношений с Балюстиным, честно говоря, я не помню. То есть это надо покопаться. Спасибо большое, Роман Владимирович. Наше время стекло. У вас еще есть один вопрос в чате. Собственно, ответьте на него. Я напишу, если можно. В порядке.